Песков Тут недавно был очередной день рождения нашего президента, и его пресс-секретарь Песков напомнил нам, что некоторые дни рождения проходили в 400-300 километрах от ближайшего жилья. То есть где-то на Алтае, фактически в лесу дремучем, где президент в одиночке или с каким-то ближайшим другом вроде министра обороны проводил свой день рождения. И мне пришел, поскольку я какой-то не случившийся кинематографист, мне опять пришел в голову фильм. Без всякой сатиры и гротеска, очень серьезный, обыкновенный фильм. ФСО, служба охраны, президента полгода занимается этим лесом. Надо же проверить каждое дерево, каждый сантиметр, каждый лист. Ну все, это огромная-огромная работа. Над чем смеяться? Это дело этих людей, они проверяют. И вот ближе к тому, чтобы был день рождения, вдруг выясняется, что наши, как там наверху говорят, «вашингтонские партнеры» могут из космоса нам подложить какую-то свинью в этот лес и все испортить. И в последний момент решают, что, может быть, лучше были двойники. Вот фильм, я бы хотел, о судьбе этих двойников. Это же не значит, что они в кино играют начальника. Нет. Они входят в историю, снимают на телевидении, то есть они превращаются в документ. Как дальше этим людям жить, когда они изобразили первое лицо государства, и все думают, что это он и был. А это был вот человек, который просто на него похож и больше никто. Вот такой фильм у меня сейчас возник в голове, не знаю зачем. Никто же мне не поручит его снимать. Кстати, я подумал вот сейчас. Президент родился в 52-м году. В 52-м году я учился в пятом классе, и тут произошло мое первое, как бы, ну, это прикосновение, наверное, с властью. У нас в классе висел портрет Косыгина. Популярным Косыгин был уже в поздние времена, в 60-е годы. А тогда он был то ли кандидат в политбюро, то ли, может быть, и член в политбюро, потому что он министр был еще до войны, молодой министр, но популярным он таким не был, как там Каганович, Микоян, Молотов. И у нас, по-моему, в классе никто и не брал в голову. Ну, висит портрет, и висит портрет. И я бы никогда не задумывался, чей это портрет, хотя там написано было Алексей Николаевич Косыгин. Но в какой-то день мы тогда учились во второй, по-моему, смены. Уже было темно, видимо, зима или что-то. То ли я был дежурный, то ли что-то. Почему-то вот эта географическая карта была свернута в рулон, и я этой картой задел портрет, и он упал на пол и разбился. И я вот этот ужас был похож на какую-то аппартию. Вот во мне вот так все, я вот, вот я как и меня, и как и нет. Я абсолютно механически. Я понял, что я не буду ни подбирать ничего. Я пойду, мол, сейчас просто домой, и что будет, то будет. И никого в школе вроде не было, кроме уборщицы Тани. Молодая такая у нас была уборщица Тани. И как нарочно в это действует глупейшая история. Я нас подспорил со своими там товарищами, на что это спор, что я ее потрогаю за грудь. Заметьте, дело идет в пятом классе. И тут даже, я бы не сказал, что это такая эротика, это же не так потрога, а вот с тыльной стороной никакого даже ощущения нет. Но в чистом виде озорство. А я, в общем-то, не такой был особенный озорник. Я в душе был вот то, что называют, теперь называют ботан. То есть вот такой, ну, ботан должен быть умный мальчик, который хорошо учится, а я учусь плохо. Поэтому я не могу быть ботаном, я должен делать, изображать себя что-то другое. Тем более я все оттянулся к таким умным мальчикам, которые хорошо учатся. Вот я помню, у нас была такая ученица, Антонина Васильевна. Медведева. Она спела с первого по четвертый класс. У нее был любимый ученик Алеша Щеглов. А меня она терпеть не могла. Алеша вполне оправдал ее надежды. Он стал потом архитектором, профессором архитектурного института. И вот как-то лет пять назад мы сидели с Алешей в ресторане переводку. Я говорю, Алеша, вот сейчас посмотрю, Антонина Васильевна, как мы с тобой сидим, все, что осталось от этой школы. И самое смешное, что Алешу, Антонину Васильевну, которую так вылюбила, с трудом вспомнил. А я, тех, которым она, в общем, лишила уверенности в себе, вот ее помню всю жизнь. И мне поэтому приходилось жить больше в эстетике улицы, таким быть популистам, что меня любили уличные дети, а не хорошие. И действительно там были своего рода успехи, например, но не такой я уж был особенный футболист, но я назывался Симонян, в честь знаменитого футболиста. В общем, назывался и в этом дворе, и в соседнем, и во всем районе. И даже в школе не все знали, как моя настоящая фамилия. Пришла одна новая учительница, и мне тоже назвала Симонян. Ну все захватали, и эта учительница меня стала так же не любить, как Антонина Васильевна из такой вот грубой ошибки, потому что там все-таки есть классный журнал, где все фамилии. Кто тут Симонян? Ну, такое тоже было. И вот я шел домой, после этого разбитого портрета, и думаю, ну вот теперь, конечно, Таня, которая обещала пожаловаться, учительница, сейчас меня выдаст, и все. И конченая моя жизнь. Причем я это не знал. Саша, тюрьма уж такой, строгий товарищ Сталин, и что дома у родителей неприятности. Я ничего этого не знал. Но вот этот, видимо, ужас был разлит в воздухе. Страх уже был. И я шел, и думаю, ну все. А тогда в субботу был тоже учебный день, было только воскресенье. И в понедельник я пришел, ничего, никто, все убрано. Значит, Таня меня не выдала, и я вот до сих пор, значит, живу. Но вот страх. Недавно какой-то человек, ученый по радио, тоже по нашему «Эхо Москвы», сказал, что вот к эпидемии, к коронавирусу надо привыкнуть жить с ним. Вот так мы всегда жили со страхом. Это было совершенно естественно. Ну, утешить может только то, что власть, вселяя в нас этот постоянный непрерывный страх, который люди не осознают, вот они с животным кажут, что вот они, может, ничего не боятся. Какие-то организм не хочет воспринимать неприятное. Человек говорит, а я не боюсь, я просто очень люблю начальство, очень люблю власть. Но власть, вселяя этот страх, ведь боится-то еще больше. Это часто проявляется в каких-то мелочах, на которые не обращаешь внимания, потому что власть все время делает упреждающие жесты. Я помню, в начале правления нынешнего президента был скандал с НТВ. НТВ считался прогрессивный канал, принадлежал богатому человеку Гусинскому. Все эти люди тоже прекрасно там были устроены, прекрасный канал. И вот вдруг решили этот канал закрыть. Причем это было как-то и не очень внешне строго, потому что всех этих журналистов президент позвал к себе, там товарищески с ними разговаривал, как-то так они ему что-то возражали. Вот не так уже было и строго. А Михаил Сергеевич Горбачев, бывший президент, вызвался поговорить с нынешним президентом НТВ. Я помню, я для своих товарищей придумал такую сценку, я говорю, они сейчас встречаются, и Горбачев все это говорит, а нынешний президент говорит так, дядя Миша, ты ведь тоже кажется работой начальником, да? Ну, видишь, в данный момент нет, а я хочу дальше быть начальником. Вот как с этой сценкой я, наверное, все-таки угадал, потому что вот это отнятое телевидение, оно вот стало главным инструментом власти. Так что, видите, страх тоже рождает какие-то вот неожиданные инициативы и с той стороны, не только с нашей. Ну, когда-то название «тайной полиции», ну, такой мушалый мистический страх какой-то, необычный. А сейчас вот, когда стали говорить силовые министерства, все стало проще, сила есть, ничего больше другого не надо. Меня недавно удивило, был в гостях с одним дипломатом, ну, очень серьезным парнем, был посол и так далее, и он к чему-то сказал, ну, я же прислал силовое министерство, значит, это министерство тоже силовое. Как-то стало просто жить. Никакой мистики, просто, я знаю, что они сильнее, а ты слабый. Вот, собственно, и весь смысл нынешней жизни. Когда я кончал университет, ну, время еще было такое, как бы сейчас сказали, еще либеральное, хотя это слово «либерализм» не было. Ну, оттепель, послабление, вот так. Либерал – это всегда было плохо, и тогда тоже. Вот, и мои соученики как-то волновались, что сейчас распределение, наверное, кого-то пригласят в ПГД. А как тогда быть? Отказываться тогда, и так никуда не устроишься, а идти – неизвестно, что там будет. Я не очень волновался, я знал, что меня не позовут. Но позвали одного малого, который со мной вместе играл в футбол в университет. Он сквозь славу Широнину. Ну, вот все знали, он пошел туда работать. Я даже про это забыл, а потом уже через пару лет сижу в доме журналистов, в пивном баре внизу, с какими-то приятелями, мимо идет слава, говорит, Саш, можно тебя на минуточку? Я говорю, ну, доболтались, говорю, товарищи. Подхожу, он говорит, слушай, тут есть такой боксер Булаков, был, вернее, он кончил нашу школу, он бы очень хотел, чтобы я о нем написал. Ну, я говорю, конечно, о чем ты говоришь? Булаков – боксер из моего детства, я увлекался в бокс. Конечно, но потом почему-то к этому не вернулись. Я про этого славу опять забыл. Примерно до 90-х годов, когда вдруг я увидел его по телевизору и выяснил, что он генерал. И сейчас пишет книгу и уже написал КГБ и ЦРУ. Я подумал, ну, черт его знает, а может, тоже есть смысл. Все же менялось в этот момент. Там был генерал Калугин, который был очень начальник чуть не всего КГБ Ленинграда или замначальника. Он стал очень прогрессивным человеком. Думаю, черт его знает, может, Слава написал какую-то очень прогрессивную книжку, открыл «Все военные тайны». Ну, больше я по эту книжку почему-то не слышал. Смешно другое. Я-то думал, что меня, значит, туда не позовут, а сам же пошел в АПН. Ну, как-то я познакомился. Я тоже отдыхал перед последним, по-моему, сезоном в университете. Отдыхал на курорте и уже начинал думать о том, что надо все-таки думать о работе, если я кончаю университет. А меня звали тогда работать. Я был на практике в бывшем Сталинграде, и меня туда приглашали, в ту газету. Ну, как-то я еще, может быть, Москва, там какие-то были разговоры. И тут я познакомился с таким парнем Аликом Марьявом, который сейчас мой ближайший друг, когда в 63-го года прошло довольно много времени. А он был в АПН. И тогда как-то АПН был в МУДе. Вот никто не отдавал себе отчеты, а для чего это АПН создан? Считали, есть ТАСС, все знали. Корреспонденты ТАСС, конечно, аффилированы с КГБ. А АПН точно так же были связаны. Но была редакция союзной информации, где вот я начинал работу. Мы как-то это не брали в голову. Ну, сказал мне когда-то Евтушенко, ты что, все еще в разведательной организации? Ну, как-то, ну я же не разведчик, у меня никакой перспективы не было языка, я не знаю АПН и АПН. И спокойно там, значит, трудился. Пришел туда работать Алексей Семенович Антонов. Алексей Семенович Антонов был генерал, естественно, секретарь партии организации всего КГБ. АПН все-таки это какой-то филиал, значит, он пришел сюда. И тут что пикантно? У нас было же две силы – КГБ и партия. Как бы все время товарищ Сталин как-то ими манипулировал. Ну, с одной стороны, конечно, НКВД, это ГПУ как-то называлось, по-разному, конечно, может легко арестовать любого партийного деятеля. Но время от времени товарищ Сталин сажал и наркомов КГБ, и заведующих отделами. То есть, поэтому Алексей Семенович… Ну, это все знают про это, как бы, участие двух партий – КГБ и партия КПБ, потом КПСС. Ну, в общем, партия и тайная полиция. Ну, Алексей Семенович как бы в себе соединял обе эти организации. Пускай он был всегда партий из организации, комитет государственной безопасности, все партийные билеты разведчиков у него лежали в сейфе. Вот. А он такой был приятный человек, чем-то похожий на Брежнева, такой полный такой, с черными бровями. Он пришел в ВПН, и сначала он даже не был еще секретарем партии организации, а был, по-моему, зам главного редактора нашей редакции и так далее. И меня удивляло, что он как-то вот… Ну, у меня был тогда друг Гена Галкин, который тоже был подвешен язык, а еще люди тогда много болтали. И у нас был праздничный а-ля фуршет, и наш главный редактор Спиридонов сказал, что как все хорошо работают, и сказал, что очень хорошо поработали наши товарищи в Чехословакии. Это был 68-й год. На что Галкин остроумно пошутил, сказал, что эти товарищи танки. Ну, редактору стало нехорошо. А Алексей Семенович сказал, что Гена, закусывай, а-ля фуршет уже закуска стоит. Он думал, что это… Ну, и как-то все это, смеялись, и все обошлось. И вот тот же Алек Марьямов, он был беспартийный, ехал на фестиваль тоже в Чехословакии, как раз не заданно до всех этих событий. И кто-то сказал, а как-то… А у нас все-таки народ был неважный в АПН в большинстве своем. Все любили повредить все-таки. Поездка за границу – это поощрение, хотя Чехословакия не такая уж и за границу. Наш социалистический лагерь. И кто-то сказал, а как он едет без партий? На что Алексей Семенович сказал? А он уже вступает. Вот ты сначала вступи, потом едешь. А, конечно, Алек никуда не вступил, а в Чехословакию съездит. И у меня с Алексеем Семеновичем тоже была смешная история. Был у нас такой, тоже замглавного редактора, их четыре было. Николай Александрович Тарасов – поэт, учитель Евтушенко. В автобиографии Евтушенко очень много приятных слов сказано о Тарасове, потому что он действительно Тарасову был многим обязан. Николай Александрович, конечно, очень выпадал из нашей системы АПНовской, потому что он тоже никакой не мог быть ни разведчик и никто. Но его позвали на его прежнюю работу в газету «Совет спорт» заместителем главного редактора. И он заговорил меня и Алика Марьямова сделать такую глупость идти из АПН в «Советский спорт», что мы, мол, переделаем всю газету там. Кроме нас больше никто не пошел. И когда мы уходили, представитель правления АПН, Борис Сергеевич Бурков сказал, уже этих ребят больше даже не пускать в наше здание, раз они предали наше дело. Но в «Советском спорте», поскольку ничего там не изменилось, не очень нам там нравилось, как-то мы уже подумали, может быть, что-то делать другое. Но пока мы ушли в отпуск зимой. Алик уехал в какой-то санаторий там, и в дом отдыха, и не помню, зимний. А я и мой друг, знаменитый боксер Виктор Агеев, отдыхали. Он уезжал на какие-то сборы перед Олимпиадой. Мы с ним были в нескольких ресторанах. И когда уже шли в ресторан театрального общества, то вот здесь памятник Пушкина, а мы шли по той стороне, где раньше была аптека. Ну и там, конечно, завязалась драка, всех забрали в милицию. Нас привели в 50-е отделение, полтинник известное отделение. Ну, Виктор все-таки представлял армию, его забрали в комендантский патруль. А мне велели написать объяснение. Ну, я написал. На следующий день мне звонит Тарасов, говорит, «Заядьте, пожалуйста, в редакцию, Саша». А Тарасов ко мне прекрасно относился. Я помню, ну, даже мне бывало неудобно, мне 27 лет. Я помню, я знакомил с женой какого-то, не просто какого-то, а Виктора Васильева был. Очень известный спортивный журналист. И он мне с ней знакомил. Говорит, вот Саша Нилин – выдающийся спортивный журналист. Она думала, не расслышав, говорит, начинающий. Он говорит, нет, не начинающий, а выдающийся, как твой муж. Поэтому я считал, что Тарасов меня очень любит. И он мне показал, что это мое объяснение. Ну, действительно, объяснение я таким очень большим боком написал. Вчера я шел вечером по улице Горького и увидел, что хулиганы избивают моего друга, чемпиона Европы по боксу Агеева. Мог ли я пройти мимо? А теперь я виноват в том, что шел по улице. Ну, видно же, пьяный пишет такую чепуху. Ну, как же журналист может так писать. Мы должны устроить товарищеский суд. Ну, товарищеский суд. Ну, что делать? А у нас, конечно, товарищи были ВПН не только вот такие штатские, там, просто там, вроде нас. А был, например, Боря Королев, блестящий парень, блестящий журналист, который вообще-то был кадровый разведчик. Ну, это так вслух не говорилось, а он едет к очередной командировке в Канаду. Сначала мы его провожали, ну, товарищескому кругу в доме журналистов с капустниками, с шутками. Вот он едет в Канаду, там, виски в Канаде крестьянам раздает. Ну, много было шуток вот такого типа, капустник. А потом он познал нас двоих только на свои проводы уже в обществе начальников. Мы пришли в ресторан «Арарат», а по странной случайности вот наша гулянка с Агеевым в «Арарат» и начиналась. Но здесь мы уже пришли в другом качестве в «Арарат», и я смотрю себе только одно начальство, только члены правления. Это бывшие генералы, секретари обкомов, разведчики, вот эти все люди, и, значит, провожают боль. Я тоже тогда понял ранг Бориса. Потому что Борис уехал в Канаду, потом его через какое-то время 24 числа выслали, но он успел завербовать шифровальщика и свою задачу выполнил. И вот на этих проводах Бориса Алексей Семенович Антонов, тогда уже секретарь партер организации не КГБ, а АПН, вдруг поднимает рюмку и говорит «Саша, за возвращение». Я так задумал, думаю, слушай, ну ведь это же, думаю, выход из положения. Никакого товарищеского суда. Я вернусь обратно. Я к нему подсел, говорю Алексей Семенович, ну вы же знаете, что Борис Сергеевич Бурков, председатель управления, сказал, что нас больше не пустят даже в здание. Ну Алексей Семенович, Саша, я тебе что, мальчик, ты возвращаешься? Я говорю, ну я готов, ну вот как быть? Ну ты завтра приходишь к Ивану Леонидовичу Никитину. А Иван Леонидович Никитин, бывший секретарь обкома, начальник кадров АПН. И я пишу заявление и возвращаюсь обратно. Вот как после этого говорить, считать себя фрондёром, когда мой, можно сказать, друг Николай Александрович Тарасов хотел меня судить товарищеским судом, а генерал КГБ Алексей Семенович как бы протянул мне руку помощи. Так что всё как-то в этой жизни, в отношениях с властью сложнее, чем хочется. Конечно, на все эти темы власти, я там, это очень интересно разговаривает, но всё-таки надо помнить себя, свой жанр, кто ты, а то не оказаться бы в смешном положении. Когда Хрущён сделал свой знаменитый антисталинский доклад, он же не был напечатан в газетах, обсуждали на партийных собраниях, в том числе и на партийном собрании писателей. И отец пришёл и со смехом рассказывал. Какой-то писатель, я уже его забыл, но не самый главный, но партийный. Сказал, что всю сталинскую эпоху можно назвать только одним словом – кошмар! Как назвать? Кошмар! Но это отец рассказывал со смехом. А с другой стороны, ну сказал ты человек правильно, ну скажи это Фадеев или Симонов, это бы имело историческое значение. Поэтому всё должно быть в каком-то определённом жанре. Я вот часто сейчас смотрю, что у нас какой главный жанр на телевидении? Шоу. Ну обычно шоу посвящено тому, кто из знаменитых и кого, ну то есть кто из знаменитых и с кем спит, условно говоря. Но вдруг начинают поднимать там серьёзные темы, и все эти люди, которые вчера обсуждали эту чепуху, вдруг начинают высказываться по каким-то морально-нравственным вопросам. Я в таких случаях задумываю, ну, самолёт чувствует, что я скажу лишнее, может не говорить. Но сейчас он прилетит, а то уж как-то надо закончить фразу. В моей молодости, в цирке, работал очень талантливый клоун-карандаш, Михаил Николаевич Румянцев, самое его имя. Очень неглупый, кстати, человек, карандаш. Ну, выглядел он вот так, как должен выглядеть клоун. Он выходил с маленькой собачкой, смешной человек, почти как Чарли Чаплин. Вот. И… Ну, вот представьте, что если бы карандаш… Хотя, заметьте, что никого не смешило, что говорят «Орден Рейна цирка». Это как-то не обращаю внимание. Но эти, представьте, карандаш бы с арены цирка прочёл, ну, даже не на горную проповедь. На горную проповедь тогда бы и Сталина посадили. Ну, прочёл бы краткий курс истории КПСС. Все бы засмеялись. Поэтому всё-таки всё должно быть уместно. Поэтому я как-то боюсь, что я влезаю в этот разговор о власти и наших отношений с ней, может быть, тоже смешной, как тот писатель, который закричал «Кошмар!» или такой метафизический карандаш, который ничего подобного не говорил с арены. Недавно я где-то читал и слышал, что теперь гипнозом лечат все страхи. Ну, я не знаю, мне-то уже, наверное, поздно от чего-либо лечиться. Потом я подумал, что сейчас ведь меняется и сама иерархия страхом. Чего надо бояться теперь? Вот я думаю, что страх власти у меня сейчас скорее сменяется страхом за власть, то есть за всех нас. Мы так от неё зависим, что я вот сейчас, может быть, пример, конечно, опять некорректный, что вот ты едешь в такси, счётчик считает твои деньги, а везут-то не туда. Ещё везут с такой скоростью, что можно сейчас с чем-то ещё столкнуться. Вот. Я понимаю, что этим я и обижаю всех. Потому что гражданин должен не ехать в такси, а на площадях митинговать. А какой же наш начальник согласится быть шофёром такси, а не пилотом лайнера? Тоже что-то такое сейчас пришло в голову мне. Ну, бывает, конечно. Сейчас же думаешь о смерти уже. Пора думать. Конечно, бывает, что страх перед властью, перед начальством больше страха смерти. Ну, как, например, на войне. Наверное, своих начальников боялись больше, потому что погиб в бою, ты герой, а расстреляли в трибунале. Это всё-таки немножко другое. Так вот, возвращаясь, всё-таки не от власти, возвращаясь к страху перед смертью. Естественно, для человека 80 лет. У нас был такой знаменитый актёр Качалов, Василий Иванович, в художественном театре. Он записал незадолго до смерти, что страха нет, но и любопытства тоже нет. Ну, насчёт того, что страха нет, он, конечно, преувеличил. Потому что потом Фаина Георгий Раневский мне рассказывал, что Вася очень боялся смерти. Он не мог совершенно себе представить, как вот бульвар Тверской, где он гуляет, вдруг его там нет. Ну, я не знаю, у меня как-то сейчас вот равновесие. Потому что любопытства тоже много, как это всё будет. Вот я всё-таки жил в жизни в разных квартирах, в разных домах. И случалось ехать вечером мимо светящихся окон своей квартиры и понимать, что тебя там нет. Ты можешь никогда больше туда не переступить. Было странное ощущение, что это всё есть, а ты грумишь. Но это я всё-таки был живой. А сейчас я всё-таки себе постараюсь представить, какой будет мир, в котором меня уже не будет. И всё-таки, поскольку я живой, это сейчас не самый главный страх. Чего я боюсь больше всего сейчас? В своих занятиях, где же там что-то пишу. Я боюсь непопулярных мыслей по-прежнему. А они возникают, когда ты смотришь и действительно на вещь остранённо. То есть не вашим, не нашим. Вот этих мыслей я всё-таки всё ещё боюсь. И вот поэтому, может быть, действительно ещё и рана умирает. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...